Два часа дня на Дону. 107,9 в Морозовске, 103,1 в Семикаракорске, 105,6 в Песченокопском, 103,9 в Гукове, 103,2 в Летнике, 101,1 в Развильном, 105,3 в Красной Поляне, 102,4 в Миллерове, 104,3 в Зернограде, 102,8 в Обливской, 102,7 в Чердковском районе, 109,9 в Вершинской, 102,5 в Ремонтном. Добрый день, друзья! Вторник, два часа дня, и это значит, что мы продолжаем проект «Наши» в эфире, продолжаем приглашать авторов-исполнителей из Ростовой области в нашу студию. Здесь мы беседуем, знакомимся, а самое главное, слушаем потрясающие песни. Стать участником проекта очень просто. Для этого заходите в группу «Наши» в эфире ВКонтакте, там есть раздел с амбициозным названием «Хочу в эфир». И если вы действительно хотите в эфир, пишите несколько предложений о себе, прикрепляйте свои песни, и мы обязательно вас пригласим в нашей студии. Все мечты сбываются. И с вами, кстати, Марина Орлова. Сегодня без Тимура Камышанского, у него гастроли. Но у нас сегодня женская компания, между прочим. Так что, я думаю, разговор у нас будет очень-очень интересным. Сегодня в нашей студии замечательные, потрясающие, обаятельные Ксана Симон. Привет! Всем привет! И Инна Ковальская. Инночка, здравствуйте! Всем привет! Друзья, если вы хотите позвонить в нашу студию, задать вопросы нашим потрясающим гостям, звоните. Сделать это очень просто. Набирайте 210-05-51. Наш звукорежиссер Иван Сягин спрашивает у вас. Вы действительно хотите задать вопрос? Вы говорите «Да» и задаете. Все очень просто. Также пишите по номеру WhatsApp 8938-165-107. Так что, дерзайте, присоединяйтесь. Ну, а начнем мы с Инны. Будем знакомиться. Инна, вы впервые в нашем проекте. Я не могу не спросить, как узнали вообще о проекте наше в эфире? Ну, по-моему, это друзья и знакомые сказали. Я как бы увидела, посмотрела и решила тоже прислать песню. Ну, у вас так все быстро получилось? Не пришлось ждать? Да, да. В принципе, сколько там? Я послала после Нового года, и вот я уже здесь. Ну, а не было волнительного прямого эфира? Целый час прямого эфира? Что мы там будем делать? Нет, ну, немножко волнительно, да. Сейчас волнение пройдет. Оксаночка, дорогая, давай напомним нашим слушателям, что ты ростовчанка... Так, нет, погоди, сказала и вспомнила. Подожди, тут все сложнее. Училась ты в Ростове. Да. Сейчас живешь в Москве. Да. Сама ты у нас... Из Краснодарского края, город Кореновск. Кореновск. Да. Так, и сейчас ты в Ростове. Да. На несколько дней заехала к нам на прямой эфир. Рассказывай. Да, здесь такое яркое солнышко. Ростов, мой дорогой. Сегодня прогулялась, замерзла. Здесь, кстати, ваши плюс три. Вот, начинает! Ваши плюс три! Сорян. Ну, получается, у вас ветер очень холодный. Да. В Москве такого нет. То есть в Москве ты не мерзнешь? Минус десять, но там по ощущениям теплее. А здесь плюс три, ветер, и я так за этого вросла. Ничего, сейчас согреешься. А в Краснодаре? В Краснодаре жара. В Кореновске, в твоем родном. Как вообще? Там плюс пятнадцать сейчас. Сейчас плюс пятнадцать? Так. Какими судьбами в Ростове? Отпуск. Вот. Вчера отмечали юбилей. Свекрови вот все так подгадали. Приехали. Ах, вот как. Отлично. Ну, хорошо, когда все так складывается. Да. Инна, ну давайте знакомиться поближе. Мы еще о вас ничего не знаем. Наши слушатели тоже. Поэтому сейчас будем это исправлять. У вас потрясающие песни. Я их уже слышала. Чуть позже мы их послушаем в прямом эфире. Когда начали петь вообще? Когда начали писать свои песни? Расскажите свою творческую, музыкальную историю. Ну, петь и писать — это совсем разные вещи. Петь-то я в детстве начала. Ну, что интересно, я пела под пластинки еще там советских мультиков. То есть и в лицах, и временские музыканты, и все, и т.д. и т.п. Да, ну, потом музыкальная школа и т.д. Вот. А насчет сочинять именно песни. Ну, это вот, по-моему, 16-й год. Вот. У меня просто раньше мелодии приходили с небольшими стежками. Ну, то есть это было неполноценно. Это можно было так, часть припева, часть куплета такое. А когда мне песня... После того, как я начала свой стимпанк-проект, фотопроект, вот, у меня почему-то по дороге на тренировку пришла целиком песня и куплет, и припев все вместе. И я подумала, опа, ну это надо записать. Вот. Ну, в общем-то, так и получилось. И после этого я поняла, что... А, еще такая ситуация, что... Я-то не записала, когда на тренировку пришла. И когда вышла с тренировки, там, через пару часов, я часть забыла. Ну, частично забыла текст. Я его потом восстанавливала. А вот надо сразу записывать. Ну, да. А я так шла, я думаю, я запомню. Оно как бы длинненько достаточно. Ну, пока там мозги отвлеклись, я забыла. Вот. И потом, когда я восстановила, я поняла, что, ага, когда часть текста, ну, придумывается, можно потом додумать. Вот. И потом по этому стали появляться еще песни. Ну, потом уже сделали выводы, да, и записывали сразу. Ну, у меня прям совсем целиком сразу... А, ну да, я на диктофон стала записывать. И совсем сразу-то уеду как раз. Она такая там совсем легенькая, примитивная. Она мне буквально там в раз там за там какие-то пять минут пришла. Я была вся тоже на море, я была, мне было хорошо. Вот поэтому я и выбрала эту песню для эфира. Ну, там энергетика. Да, но она летняя. Да, да. Не, ну, у меня вот как бы мои друзья-музыканты немножко удивились, почему еду. Обе песни такие... А я умею удивлять. Да, да, да. Обе песни просто, ну, получается, легкие. Ну, скажем так, у меня там другие песни остальные, да, разного стиля. Мы сейчас заинтриговали так наших слушателей, знаете, тонко заинтриговали. Оставим пока эту интригу. Оксаночка, у тебя бывают ситуации, когда ты, например, потеряла какие-то строки лишь потому, что не успела их записать? Нет, у меня всегда телефон под рукой. А если вдруг сел? Ну, такого не было. Честно говоря, когда вот уже ложишься спать, когда мозг расслабляется, тогда начинают приходить вот рифмы, строчки. И я уже, зная это, кладу телефон под кровать, начинаю нащупывать. Я такая в ночи одним глазом всё это напечатаю, да, и утром перечитываю, да. Иногда из этого получаются красивые стихи, иногда песни. Вот, кстати, у меня последний стих, он действительно так родился. Можно я зачитать? Да, нужно! Я же, понимаешь, намекаю тебе. Значит, я рассказывала ту историю в соцсетях, сейчас быстро перескажу её. Мне поступил заказ на песню. Попросили к 8 марта, значит, от мужского лица красивую песню сделать. Села я сочинять, и у меня ничего не получалось. Потому что вот это вот, когда надо, мозг начинает кипеть, и тебе надо, и у тебя ничего не выходит. Я думаю, так, надо отложить. Закрываю, ложусь спать, и в этот момент начинают приходить строчки, рифмы. Я быстро за телефон и начинаю записывать буквально под диктовку. Я не знаю, песня из этого навряд ли получится, но стих получился изумительный. Я реально, вот он у меня последний и самый любимый. Сейчас мы музыку уведём, попросим Ивана Сягина. Да, давай. Я пою для тебя музыку, посвящаю тебе стихи. Их поэты зовут музами, вдохновляясь при свете свечи. Я стою под окном простуженной и, не чувствуя капель дождя, Жду какой-нибудь знак отсуженной, если любит она меня. Отдаю своё сердце избранной, нет прекрасней её на земле. Я отнюдь некрасив, ты изысканна, дай надежду на счастье мне. Потеряли мы много времени, полжизни на суету. То ли чёрное, то ли белое, всё кануло в пустоту. Только тронешь рукой за навесочку, А смелею запрыгну в окно. Я, сирене, роскошную веточку Сохранил для тебя под пальто. Моё сердце от счастья дрогнуло. Я увидел глаза твои. Ты по девичьи меня чмокнула. Мой багровый румянец щеки. Браво! Это действительно от души. Вот, кстати, такой важный момент, Когда очень-очень надо Что-то написать или что-то сделать. А вот оно не приходит, не идёт. Инна, у вас была такая ситуация когда-нибудь? Или не было вот этих временных рамок? Я же не пишу на заказ. Я, кстати, вот хотела сразу сказать, Наверное, какой-то романс можно найти стихи. Но мне кажется, вот так оно ложится. Я же не пишу на заказ. У меня, получается, ну, пришло-пришло. Я успела, записала. У меня есть заготовки на диктофон записанные, Которые я не довожу до ума, Потому что деньги. Потому что аранжировка стоит денег. У меня, когда оно появляется, Я тогда делаю. То есть у меня сейчас в заказнике что-то есть. Вот. Но смотрите, рамки — это не всегда про заказ. Это бывает, когда сам себе такой, Вот так, вот через неделю я должна закончить эту песню. Или вот завтра. А у меня всё очень быстро. Всё быстро? Быстро. Нет, максимум, если я дописываю что-то, Я за день это всё делаю. У меня обычно, как бы, если песня, То это мелодия, частично стихи. Я стихи просто дописываю по сюжету, Ну, дальше заканчиваю, и всё. А у вас всегда всё так быстро? Не было вот такой песни, Которая рождалась в творческих муках, Долго, мучительно? Ну, у меня механическое сердце. Не скажу, что в муках, но за день тоже. Там длинный текст, пять куплетов. Я написала сагу мечей. Я, наверное, тоже за день. То есть, получается, я ехала в Москву, И она у меня в автобусе приехала к подруге, Там остановилась. Кстати, милая, если слушаешь, привет. Вот. И там у неё заканчивала дальше. Ну, и всё. Ну, это здорово, когда так. Да, здорово. Друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, Вы можете к нам присоединиться по телефону 210-05-51 или по номеру ватсап 8938-165-107. Ну, и не сказали, мы самое важное. Нас же можно прямо сейчас видеть, Не только слышать. На сайте 3w.don24.ru У нас идёт прямая трансляция, Поэтому подключайтесь. Ой, не пожалеете, Какие красавицы у нас сегодня в студии. Кстати, да, мы вам, во-первых, машем, А во-вторых, читаем сообщение. Добрый день, очень рады видеть и слышать Ксану. Следим за её музыкальным и поэтическим творчеством, А также за увлекательным блогом Певица в декрете. Какие планы по развитию этих направлений? А мы можем сейчас взять такую паузу, Музыкальную паузу, Давай. И послушать замечательную песню. У нас Ксана Симон, Ванильное время. А после можно уже об этом поговорить. Слушаем в прямом эфире. Небо-небо тает, Город убегает, Я тебя не вижу, тихо слышу. Хочешь, я останусь, Как дождь в океане, Я хочу, я буду вспоминать Только так, где Музыка, танцы, ночь, луна, Молодость, опыт, время, вода, Молодость, опыт, время, вода. Музыка, танцы, ночь, луна, Молодость, опыт, время, вода, Молодость, опыт, время, вода. Я тебе не верю, Тянешь мое время, Я твое окно, ванильное небо, Время оставаться, А пусть все узнают, Как солнце в небе, Наша жизнь, только там, где Музыка, танцы, ночь, луна, Молодость, опыт, время, вода, Молодость, опыт, время, вода. Музыка, танцы, ночь, луна, Молодость, опыт, время, вода, Молодость, опыт, время, вода. Музыка, танцы, ночь, луна, Молодость, опыт, время, вода, Молодость, опыт, время, вода. Время, вода, Дан, 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 Время, вода, Время, вода, Дан, 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 О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Наши в эфире Осталось, да, в демо-версии Но когда проходит время Прислушиваешь, ты понимаешь, что Блин, припев здесь не заходит Мелодически, надо менять там ритмику Или всё что-то И начинаешь вот Экспериментировать С музыкой И в итоге, да, когда У меня зашёл этот припев, я поняла, что Это он Да, это те именно самые слова Строчки, и всё пошло Замечательная песня, Инна Как впечатление Понравилось, да Добавили бы флейлист И я тоже У нас там был вопрос Давай уже отстреляемся, ещё будем ждать сообщения Друзья, напомню, присылайте свои сообщения На номер ватсап 8938-165-107 Или если вы смелый, ловкий Умелый, звоните в прямой эфир 210-05-51 И задавайте вопросы Так, что там за проект Певица в декорете Какие планы Я изначально создала вообще этот влог Вести или блог Не знаю Ну, изначально планировался блог Я тоже, кстати, а в чём разница? Я никак не знаю Ну, я так понимаю, что влог Это когда ты вот о повседневной своей жизни Рассказываешь, снимаешь И ведёшь свой влог То есть это твоя жизнь В течение От всего Господи, что у меня сегодня слова теряются? Ну, в общем, там всё Там все сферы жизни И творчество, и личная жизнь Ну, это как бы Вот ты проснулась утром С этого момента себя снимаешь Это твой влог Чем ты занимаешься и так далее Да Вот, ну, короче Я создала его Мне хотелось там просто публиковать свои стихи Певица в декрете Там одни стихи Либо их там печатать Либо рассказывать и так далее Вот, а потом это уже всё переросло В нечто большее Там уже и песни появились Там уже и ребёнок появился И семья И наши семейные На выходные мы уезжаем Какой-то в Подмосковье В соседние города Или ходим в музей интересный Я всё это стараюсь снимать Красиво монтировать И всё это вот потом читателям преподносить Ну, ты отклик слышишь от своих подписчиков? Да Обратную связь Это очень приятно, да А бывают какие-то советы Когда у тебя, Оксаночка, давай Вот больше, не знаю Больше лирики Или больше себя показывает Ты реагируешь на такие сообщения? Ну, по поводу детей Мне часто пишут Что, может, не надо показывать Да ты что, да? Да Ну, я к этому отношусь очень спокойно Я не думаю, что в этом есть что-то такое Мне кажется, дети-то так прекрасно Многие, наоборот, не показывают детей А тут? Да, потому что вот сглазь Потому что неправильно Я не знаю У меня всё просто Я показываю своих детей Я ими горжусь Ихними достижениями И как у меня маленькая растёт Какая она потешная Вообще Годногорожая Хочется этим делиться Инна, вы свои соцсети Активно ведёте? Вообще уделяете этому время? Или считаете, что всё-таки Это такая ненужная Ненужное это дело И без них тоже хорошо? Не, ну, соцсети, конечно, Это нужное дело Но я не могу сказать Что я прям активно веду Нет Ну, иногда что-то Когда появляется информация Я выкладываю, естественно Только творчество, да? Вот новая песня Запись в студии Ну, что касается Там личного аккаунта Я могу лично Какие-то высказывания Мнения Не только творчество Естественно А профессиональные аккаунты У меня там по темам Где фото Где видео Где Где вот творчество Чисто вот Инна Вот моё Где я пою Там снимаю Там что-то такое Потому что я клипы снимаю То есть У меня Три клипа На три моих песни Вот Ну, как бы я это всё В одну кучу Оформила, да Там бэкстейджи Съёмок идут Бэкстейджи Это всегда интересно Обязательно Это своего рода влог Только по теме Да Всегда подписчикам Это интересно Потому что Ну, мы видим, да, клип А как он снимался В каких условиях Ну, да, что за кадром происходило Это, да Там часто много смешного Я вот как стараюсь Там всегда всё смешно Ну, естественно Я отбираю Сортирую Только смешные моменты У нас сообщение Добрый день Всем участницам программы Каждый творческий человек Отдаёт много энергии Притворения Где берёте Эту энергию И в чём видите Ресурс для дальнейшего развития Пишет нам Найк Маршал Спасибо большое за сообщение Ну, что ж Как вдохновляетесь Красавицы Я вдохновляюсь Тишиной Природой Если я вот Два дня провела Где-нибудь в лесу Всё Ждите новых песен Два дня в лесу Так, стоп Подожди Это ты просто пришла Там погуляла Как Аленушка Да Пришла там Нет Мне нужны удобства Понятно Лес Тишина Лес Тишина Речка Ты одна? Должна быть Я могу быть семьёй Не обязательно Но главное просто Вот мне Получить энергию От природы Если я нахожусь В квартире То тогда я Надеваю наушники Включая громко-громко Но любимую музыку Может быть Что-то из классики Там даже Что-то из 90-х Может быть Меня вдохновляет Какими Братья Дрим Вообще Я кайфую Вот И иногда Вот это меня Как-то В рамки Приводит Я начинаю мечтать У меня появляются Там какие-то Образы И с этого Может всё начаться Отлично Инна Что вас вдохновляет? Оксана Прям как Такой писатель Который Там у него Там домик В лесу Он выезжает И там Едининец природы И он там пишет У меня Я даже не знаю У меня если приходит То приходит Естественно Не приходит Там когда какая-то Депрессия Или что-то такое Но у меня мозг Генерирует независимо Я могу У меня кстати Вот не в релаксе Дома Да У меня наоборот Когда я где-то Вот ехала В автобусе В Москву Или иду я Куда-то там С пункта А В пункт Б Вот А у меня там Что-то там Я такая Хопа Надо диктофон Ну это я уже поняла Что надо на диктофон Раньше этого не делала Да Ну вот как-то так Откуда энергия Сверху Не знаю Отлично Друзья Напоминаю Что мы работаем В прямом эфире По телефону 200-10-05-51 Можете звонить В нашу студию Или пишите По номеру Ватсап По 8-9-3-8-165-107 У нас еще одно сообщение Оксана Привет Успехов тебе В твоем творчестве Недаром тебя Генерал-полковник Верховцев Назвал лучшей певицей Министерства обороны Вот так даже Оправдывая Это почетное звание А мы с тобой Еще поработаем Я надеюсь Твой папа Шубин Ничего себе Папа Шубин Привет Как приятно Папа сейчас смотрит Нашу трансляцию Папа Шубин Это наш творческий папа А это творческий папа Так расскажи подробнее Ничего себе Как приятно Это наш папа Шубин С которым мы объехали Пол России В командировке Незабываемых просто Командировок Это вот как раз До декрета Да До декрета И благодаря Папе Шубину Мы познакомились Со многими Как это сказать Военными Генералами Вот И да Верховцев Он всегда Меня объявляет Так Мне очень приятно Здорово Ну что ж Пришло время Еще одну замечательную Песню послушать Иночка вашу Вы уже догадались Называется она Согрей меня Я считаю Что очень Очень актуальная Песня Давайте послушаем Затем Все обсудим В прямом эфире Холодный ветер Ветер Морозный вечер Я замерзаю Без нашей встречи Я стоплю точки Пишу, стираю Одну лишь строчку Я замерзаю 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 Загрей меня И я В лучах любви твоей Под снежником Оттаю 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 Замерзаю Загрей меня И я В лучах любви твоей Под снежником Оттаю 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 Снежинки кружат Все так красиво Я, как обычно, противоречива И королевой следышкой сердце Кажусь умело А хочу согреться Замерзаю Согрей меня и я В лучах любви твоей Под снежником оттаю Оттаю, таю Замерзаю Согрей меня и я В лучах любви твоей Под снежником оттаю Оттаю, таю Замерзаю Согрей меня и я В лучах любви твоей Под снежником оттаю Оттаю, таю Замерзаю, согрей меня и я В лучах любви твоей подснежником отдаю Отдаю, отдаю Замерзаю, согрей меня и я В лучах любви твоей подснежником отдаю Отдаю, отдаю Замерзаю, согрей меня и я В лучах любви твоей Под снежником отдаюсь Отдаю, отдаю Замерзаю Наши в эфире Ой, ну какие у нас сегодня песни! Я просто очень здорово! Я уверена, что эта песня, конечно, теперь будет в вашем плейлисте и на потрясающе! Что мы вот сейчас с Оксаной заметили? И ритм меняется. И вот эти ваши приемы такие непохожие на других. Ты не можешь предсказать ход следующей строчки мелодической. Это очень круто! Это вот вы сами так придумали или вот оно так уже идет? Вы не думаете о том, что потенциальный хит у него должно быть так, а там вот так, а там вот так. Вот оно уже идет потоком именно так. Круто! Я знаю, что у этой песни есть какая-то интересная история. Ну, тут не сильно интересная история. Ну, как бы осенью... Ну, в принципе, грустнявое настроение немножко было. Я еще ковидом заболела в конце лета. Ну, я так... Мне эта песня пришла, я хотела записать. Ну, как раз она зимняя такая, согрей меня. Хотела к Новому году записать. Ну, вот еле успели. Это аранжировщик Николай Кремянский, но так буквально там и не помню. Ну, в декабре уже... Николай! Да-да-да. Да привет огромный Николай! Какой молодец! Это моя самая, ну, крайняя песня, да, новая. А премьеры мы очень-очень любим. Вдвойне любим. Замечательная песня. С удовольствием добавляем ее в плейлист. Друзья, если вы сейчас услышали наш проект впервые, ну, вдруг, если, хотя нашему проекту уже 7 лет, уже пошел... Да, 7 лет нам. То прямо сейчас заходите в группу нашего эфира ВКонтакте. Там есть раздел «Хочу в эфир». Отправляйте свои песни, напишите несколько строк о себе. Мы обязательно вас пригласим, обязательно с вами свяжемся. И также можно сделать все то же самое на сайте www.don24.ru. Вот, кстати, Инна так и сделала. Отправила свою песню, а тут звонок в трубке Марина Орлова. В общем, отправляйте, я обязательно вам позвоню. Так, у нас есть вопрос. Привет, подскажите, пожалуйста, вы психолог или я ошибаюсь? Вот интересно, кому адресован этот вопрос? Оксана, ты психолог? Методом исключения. У нас сейчас все психологи, вирусологи, политологи. Коучи. Так, я не психолог, ты психолог? Нет, образования такого нет. А по жизни я психолог. Нет, уже по жизни, да. Так, образования нет, а по жизни, да. По жизни, да. А что вот вкладываете в эту фразу по жизни психолог? Что это значит? Можно, можете вы там выслушать, дать совет дельный, или что, Инна? Ну, и выслушать, и дать могу, да, кстати. Я немножечко, как сказать, не то, что я стремлюсь людям там помогать, как бы без спроса, да. Я наоборот, может быть, акцентирую внимание на чем-то, да. И люди сразу проявляются, и, в принципе, я в людях как-то, ну, вот легко разбираюсь. Ну, можно сказать, что в людях вы разбираетесь хорошо. Хорошо разбираюсь, да. Ну, редко ошибочное мнение у меня складывалось редко. Поэтому вот в этом плане психолог, не то, что я там с людьми как-то работаю. Видите людей насквозь. Ну, нет, нельзя так сказать. Но процент того, что вот я права, как бы он высок. А вот как Оксана Симон, она же Ксана Симон, использует психологические навыки, приёмы. Мы узнаем сразу после рекламы. Друзья, оставайтесь с нами через три минуты вернёмся в эфир. Пункт отбора города Ростова-на-Дону приглашает граждан возрасте от 18 лет на военную службу по контракту в воинские части Министерства обороны Российской Федерации. Служба по контракту – это стабильный заработок, бесплатное продовольственное вещевое, медицинское обеспечение, возможность получения служебного, а в будущем собственного жилья, выход на пенсию после 20 лет службы, повышение уровня образования и карьерный рост. Обращаться. Город Ростов-на-Дону, улица Волкова, 19, телефон 235-06-44 или 235-06-48. Код города – 863. Народный фронт запустил портал для сбора помощи бойцам и мирным жителям Донбасса. Сборы ведут военные корреспонденты федеральных каналов и известные люди страны. Закупаются берцы, бронежилеты, квадрокоптеры, продуктовые, медицинские, детские и бытовые наборы. Люди Донбасса сегодня умирают за право быть россиянами. Вместе мы можем сохранить их жизни и приблизить победу. Приходите на сайт победа.онф.ру. Поддержите Донбасс. Телефон рекламной службы ФМ на Дону 201-79-00 Поговорим дома. Радио в тапочках. Слушайте каждую пятницу в 17.00. Здорово бывали о традициях и быти казаков. Слушайте программу в понедельник и среду по 11 часов. Категория 12+. События дня. Ростова и области. Новости. По будням в эфире Радио ФМ на Дону в 9, 12, 15 и 18.00. Расскажем главное. Категория 12+. ФМ на Дону В параоке Я буду петь о любви жестокой И пусть сейчас не так одиноко Но знаю, сердце однажды Будет любить опять ФМ на Дону Ускоряя шаг Твой плотный ветер По зимой морям За тобой пошел Все не просто так Все, что было, передел Знай, моя звезда Все будет ФМ на Дону Мужчина За звукорежиссерским пультом И мы по-прежнему В прямом эфире У нас все по-честному Вы можете в этом убедиться И хотела сказать Удивиться Можете этому Нет, удивляться не надо Мы все время в прямом 210-05-51 Телефон прямого эфира Звоните Не стесняйтесь Ну, если вдруг стесняетесь Тогда пишите на номер Ватсап 8938-165-107 Итак Интригу мы сохранили Наши слушатели Три минуты ждали Ответа на этот вопрос Рассказывай, Оксаночка Рассказывай Что там Манипуляции Там все Психологические приемчики Давай, честно Нет Нет Вообще Ну, что касается семьи Это больше касается детей Индивидуальный подход Каждому ребенку Да И когда уже у мамы нет сил И тебе хочется подойти И сказать Да сколько А ты подходишь Обнимаешь И говоришь Я тебя так люблю Ой, какая ты мудрая Я тоже так, кстати, делаю И отпускает сразу всех И дочка Вот у нее как раз Такой возраст 14 лет Она более становится покладистой И не хочется ничего делать Назло Моей тоже 14 Да Да, я тебе скажу Что в 14 Да, в 14 Уже Они такие Ну, милашки А вот мелкой 11 Почти 12 Это весело Да А вот такая разница В возрасте Между девчонками Как она вообще 12 лет Разница Идеаль Идеаль Да, считаешь Идеально У нас выросла уже нянечка такая Вообще Сашка Вот ей 2 года будет И она Мы для нее С отцом уже не авторитет У нас слишком большая разница В возрасте с ней Для нее Авторитет Старшая сестра Она, конечно Всему Хорошему И плохому Учится у нее Ну, ничего Зато весело Да Инна Вы рассказывали В начале программы Про тренировки Что за тренировки у вас? Прям заинтересовались Уже нет Но в 12-м году Меня сбила машина И с тех пор В принципе Почти не тренировки Нет Но я тогда ходила Поддерживать форму Но это фитнес Или что-то такое Не знаю Скалолазание Я прям представила себе Что-то Нет Ну, до Как бы Травмы Я занималась Пляжным волейболом И баскетболом Я же вижу Что спортивная Красивая Спортивная Друзья Вы можете тоже В этом убедиться www.don24.ru У нас прямая трансляция А еще Вы фотограф Оказывается Психологов Не нашлось Зато У нас Обнаружился Фотограф Что там За фотографии Вообще Как пришли К фотографии Как это все С музыкой Совмещаете Ой, ну К фотографии Очень давно Уже С 2004 года Я занимаюсь Ну, как бы Там тоже История Такая Что Я не думала Остановиться Профессиональным Фотографом То есть По образованию Я инженер Вот Да Тут Может быть Знаете Ольгу Возлюблен Конечно Да Ну, вот Как бы Я у нее училась И Ну, как бы Мы знакомы По музыкальной школе И Скажем Получилось Что мы с ней На Чехово Печатались вместе То есть Я делала Не коммерцию А абсолютно Друзьям Портреты Печатала И она Как-то Передо мной Такую стопочку Формата А4 Она как раз По-моему Уже год или два Только студию Открыла И Как бы Мы с ней Столкнулись Привет Привет Ой Она меня спрашивает Это твои портреты Можно посмотреть Сказала Что Ну, вот Хорошо Короче Говорит И Ты работаешь А я говорю Да нет Она говорит Да зря Я тогда задумалась Потому что Когда друзья Говорили Что Ну, вот Тебе надо Я как-то Мне на уши Когда Ольга сказала Это уже что-то Это значит Да Поэтому Поэтому Как-то И потом Она мне еще Где-то там Устретилась Она сказала И после этого Только Когда мне предложили Там пойти Поснимать В школу Там Как раз Первый класс Я согласилась Да Первый класс Да У меня Это сложно Нет У меня резко Это целая история Как я чуть в школу Фотографа не отжала Меня потом Потом Меня сторожил Он меня сторожил Короче Директор со мной Договора сторгла Потому что Там у него крыша была Ясно Совсем другая история Это Ростов Детка Да Но фотографии Самое сложное Что Как вы считаете Вот на ваш взгляд Самое сложное Фотографии Мне кажется Первый класс Фотографировать Нет Ну Кстати Кстати Вот Да Маленьких детей Тут надо Когда быстро Фотографировать Тут надо Чтобы Они к тебе Были расположены То есть Ну тут вот Идет Личное Какое-то Вот это кстати Очень важно Потому что Мне иногда дети Рассказывали истории Я думаю Да я бы вообще Не стала бы работать С таким фотографом Потому что Да Должен быть Какой-то подход Ну тут какой-то Контакт Да Потому что Ну если Ребенок зажат То никогда Не получится Хорошая фотография Ну естественно Там Профессионально Техническое Ведение Там Композиции И так далее Чтобы картинку Видеть Свет Как Баланс белого Есть у вас Такое Это уже Немножко Не то Ну как бы Это уже Мелочь А у нас Телевидение Есть Нет Естественно Но просто Это обычно Камера нормально Даже в автомате Просекает Там без карты Серго И так далее Главное Свет нормально Выставить И расположить Хорошо И ракурс Красивый Выбрать В общем Очень много Тонкостей Естественно Много Как и в любом В принципе Деле И как и в музыке Тоже Естественно Я же говорю Это творчество Оно в принципе Связанное фото Мне фото Немножко Надоело У меня Разные Съёмки Разные Я снимаю Всё Вот А фото Надоело Потом Как бы Я Купила Такой фотоаппарат Который пишет Видео Это ещё давно То есть Я уже давно Если вы сейчас скажете Что вы себе Сами клипы снимаете Я не удивлюсь Ну да Так и есть Так и есть Инна Удивили У нас очень много Сообщений И всего-то 19 минут Прямого эфира Поэтому мы сейчас На одно сообщение Кратко ответим Потом послушаем Песню Потом ещё будем Отвечать Ещё слушать песню Итак Как бы вы определили Стиль своего творчества В каком жанре Пишите Оксана Кратко Популярная музыка Популярная музыка Инна А у меня Все песни Немножко в разном Даже Ну если брать Допустим Первые три песни Стимпанк Но Стимпанк Это такое Собирательное Тоже там много жанров Как Ну сейчас вообще музыка Такая Она Многие жанры Все впитали Другие жанры Да Вот И у меня Каждая песня Она Соответствует И по стилю Вот именно Характеру самой песни То есть Вот как картина Да О чём песня Вот соответствующая И стилю То есть я У меня нет такого Чтобы я в каком-то одном Мне например И джаз Нравится Ну я ещё Правда так Что прям в джазе Только кавер Переводила Вот своего Такого нет Ну Разное Я не люблю Очень тяжёлую музыку Вот Совсем тяжёлую Что прям Тынц-тынц-тынц По голове Но такого нет Мелодичный рок Такое вот Мне нравится Отлично А сейчас у нас будет Замечательная песня Название Такое Знаете Хитренькое В городе Н То есть Какой город у тебя Собственно Да В городе Сейчас мы в городе Р О каком городе Мечтаешь Да Такое подставляй Ксана Симон Исполнит А я сейчас тебя Представлю Мама В декрете Выпускница Ростовской Государственной Консерватории Моя Однокурсница Санна Симон В прямом эфире В городе Н Слушаем Шаг за шагом В тишине Движемся К мечте Будет день И будет ночь В этой суете Не находим сил простить Жизненный вопрос Надо как-то дальше жить Этот мир не прост Просто посмотри вокруг Это все твое И скажи спасибо, друг, за твое плечо Жить и любить Просто простить Верить, что счастье не мечты В городе Энс Будется день Для нас Двоих Непридуманная Ложь Поведь не тревожь Счастье есть Его впусти Подарив Любовь Растерять Друзь и пути Что-то доказать Все бессмысленно Пойми Научись летать Не старайся предсказать Своего пути Просто верь Его любовь И за ним иди Жить и любить Просто простить Верить, что счастье не мечты В городе Энс Будется день Для нас Двоих Жить и любить Просто простить Верить, что счастье не мечты В городе Энс Будется день Для нас Двоих Это твоя еще одна весна И только ты можешь решать Насколько глубоко она проникнет В твое сердце Скажи сегодня Да, любви Да, счастью Да, свободе В городе Энс Жить и любить Просто простить Верить, что счастье не мечты В городе Энс Будется день Для нас Двоих Жить и любить Просто простить Верить, что счастье не мечты В городе Энс Будется день Для нас Двоих Наши в эфире Наши в прямом эфире Слушаем потрясающие песни В гостях у меня потрясающие Замечательные, творческие, красивые гости Оксаночка Симон Инна Ковальская И по-прежнему работаем в прямом эфире Очень много сообщений Обязательно прочтем Но перед этим Оксана, я знаю, что это твоя самая любимая песня Почему? Да, потому что после нее у нас появилась Сашка Сашка Здорово Но мы не могли об этом не сказать Уж так Так, сообщения Как у Ксаны проходит Ой, нам звонят Как у Ксаны проходит общение в поэтической среде Как любите проводить выходные Когда выйдет второй сборник стихов Давай кратенько Второй сборник стихов мы уже начали собирать Я думаю, в этом году он 100% выйдет Среди поэтов Все, я вообще поселилась Я кайфую от этой среды поэтической Особенно поэтические вечера Блин, это вообще люди с другой планеты Они по-другому мыслят Они по-другому изъясняются с тобой То есть у тебя, знаешь, как будто ты слушаешь язык вообще другой, не русский И стоишь и переводишь на русский в уме Как интересно Да, они так складывают слова, выражения, что еще надо перевести Что они имели в виду Они даже говорят поэтично Очень сложно Я от этого всего кайфую От этих сложных людей Ты прям заинтриговала Инна Ну, можно Я, кстати, понимаю, о чем ты говоришь Называются интеллектуальные стихи То есть там красиво метафорами, да? Как бы вот Что-то типа того Ну, не всегда метафор Нет, это просто вот люди, они состоят вообще из Они по-другому существуют Они по-другому чувствуют мир, видят мир И вот из этого своей картины Они изъясняются вообще Ну, не так, как средний статистический человек Они другие Я понимаю Вот это манит Я понимаю, о чем ты Я представила визуально Вот я такой сразу аудиовизуал Я, например, вот стихи без музыки Ну, на самом деле не воспринимаю Вот когда просто читают Нет, вот когда стихи Они сразу на музыке Это, да, класс Вот А вот то, что ты говоришь От таких людей Ну, как бы представляю Сразу у меня картинка, да Они классно, они выходят Одна читает очень так глубоко, низко Другая, наоборот Так залихватски Она будет хричать И ты во всем этом видишь Такую жизнь А ты? Такой кайф Ты же тоже там выступаешь? И я выступаю, да Да, но я еще как бы, не знаю Я еще не нашла вот этот свой стиль Я еще зажимаюсь Потому что это по-другому для меня все Петь на сцене Это одна стезя Выходить, читать стихи Это вот А в чем разница принципиальная Вот для тебя, как для певицы? Ты же эту разницу ощущаешь? Ощущаю Но я не уверена, что пока смогу это сформулировать Это вот когда ты выходишь петь Ощущение вокруг тебя Вот какого-то поля Огромного, большого Ты такая вся большая А когда ты выходишь читать стих Пока я себя не чувствую А может быть так и должно быть Вот мне хочется Вот быть в маленьких таких вот Своих границах закрытых И читать вот стихи так Проникновенно, чувственно Чтобы это вот в песнях Может быть потому, что у меня жанр в музыке такой популярный Да, поп-музыки Где надо веселить, танцевать Дарить настроение людям Стихи все-таки они Либо там на злобу дня Да, пишутся Либо о чем-то там сокровенном Прям вот о любви Либо там о предательстве каком-то Да, там друзей Вот, поэтому там все по-другому Все по-другому Интересно Ты так все описала, что все понятно Говоришь, что я не знаю Смогу ли я сформулировать Сформулировала, все понятно Спасибо Очень интересно Инна, живые выступления вообще любите? Было у вас много таких выступлений Перед вашим слушателем Вот, когда вы его видите Глаза в глаза Ну, живых немного Но как бы я стараюсь это наверстывать Потому что я немножко интроверт Вот, да В отличие от экстраверта Я так понимаю, да Ну, я стараюсь Вот как раз Принимала участие На всяких площадках Там, городских Ну Ну, то есть Это не очень комфортно Но вы же понимаете Как для слушателя это важно Увидеть Да, да, да Ну, и опять же Мне в принципе нравится Но как бы Опыта большого нет Да Мне кажется Дело как раз таки Именно в этом Что пока опыта мало Когда уже, знаете Чакра откроется Да Вы нам тут покажете А сейчас мы вашу песню послушаем Да Вы очень удивились Когда я её выбрала Можете, кстати Перед этим и сказать Перед песней Ну, сейчас И согрей меня в лето Да У меня Друзья в комментариях Написали Когда Ну, я сделала пост Что вот завтра Там будут эти две песни Согрей меня И уеду Написали Надо Надо было Гать ещё одну песню Между ними А то Согрей меня А то уеду Вот Ну, я хотела сказать Да, что Ну, эту песню Вот оранжевщик Дима Макаров С ним я Первые свои четыре песни Писала И Создание этих песен Принимал участие Саша Морланд Работает тут Встретила его Да, это наш коллега Да И вот эту песню Уеду Он не только там На гитаре играл Но он и В общем-то Партию гитары Там вместе придумывали В студии И Он потом делал сведения Саша Саша очень хороший музыкант Саша сводил эту песню Да, да, да Он её сводил Да Я спокойно За эту песню Потому что знаю Прекрасную Сашу Тут недалеко, кстати От нашей студии Но сейчас занят, друзья У нас тут тоже Много-много Программ Много работы Поэтому Послушаем Что получилось В прямом эфире В городе Жизнь протекает Солнце Вовсю Припекает Тает Жара Жара А я уеду Уеду туда Где будут рады Мне И счастлива я Она покрыт Одесса Камена Гура И не важно Там совсем Какая у меня Фигура В море Окуни меня В горы Увези меня И все Будет Кайф А я Уеду Уеду Солнце И тут Припекает Но ветер Свежо Дувает Значит Не зря А я Уеду Уеду Туда Где будут рады Мне И счастлива я Она покрыт Одесса Камена Гура И не важно Там совсем Какая у меня Фигура Уеду Уеду Наши в эфире Наши в эфире Мы сегодня Зажигаем Такой женской Кампани Потрясающе Остается всего-то Четыре минуты Вот время летит Хорошая компания Вообще жалко Да так быстро Время пролетело Да Так перед эфиром Думаешь час Многие кстати Кто впервые Участвует в проекте Говорят а что мы будем делать В прямом эфире Час Целый Целый час Целый час А потом когда эфир уже Прошел Как так быстро Мы же только вот Поприветствовали друг друга Инна Я знаете что вам скажу Я не просто так Выбрала эту песню Она потрясающая Я уверена что это прям Хит 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 И не только В проекте нашего эфире Прям услышим Спасибо Была какая-то там Интересная история Ну тут Эта песня у меня написалась На отдыхе на море Давайте вот как вы нам рассказали Вы лежали на пляже На песочке Да не то что Лежала И наверное после волейбола Она лежала Сели Сидела Да Или ходила Не знаю Да Ну так она что-то Быстро-быстро Такая даже подошла К ребятам Смотрите я песню Послушайте Вот это думала То есть вы получается Поиграли в волейбол Устались Устались Жара Лето Пляж Еще и песни Настроение хорошее Это мне пришло Да А потом в клипе На эту песню Там Такой личный получился Там ребята Вот эти волейболисты Там просто на море съезжаются Ну в определенное время Да Вот И они там подтанцовывают Очень много Короче там У меня близких людей Кстати Одна Ой время заканчивается У меня там Упомяну Вот ситуация такая У меня подруга в Одессе Мы с ней познакомились Туда ездила регулярно Меня уже в гости зовут Как раз случился 14-й год Она мне потом говорит Приезжай там как-то через Харьков В объезд Я говорю Да я Ты что Мне до тебя еще до Одессы Доехать надо Через по Украину С русским паспортом Ну короче Я говорю Ну Страшненько мне Вот И она потом Я говорю Если хочешь Снимись Ну Попроси Чтобы тебя сняли Для моего клипа Да И она наняла Оператора Ее там сняли В Одессе я выбрала Она там тоже вставлена Потому что там вот Одесса Камена Гура Там мои родственники С Польши сняли Тоже себя Для клипа Для творчества Нет никаких Приграв И у меня такая столяночка Получилась Подруга с Москвы Там То есть я быстренько Быстренько что-то снимала С поездок Ну что-то я снимала Что-то мне вот друзья Издалека прислали Я сделала такой В общем друзья Находите Инну В социальных сетях Все смотрите Клипы классные У нас еще один вопрос На который мы не ответили У нас всего одна минута Давайте прям кратенько Ближайшие планы Где вас можно увидеть Услышать Давай я быстренько начну Дорогие друзья В апреле я планирую Провести сольный концерт В Москве За живым составом Я думаю Это будет какая-то Акустическая программа Не какая-то А точно Акустическая программа В конце мая В начале июня Я думаю Мы повторим эту программу В Ростове Ой все Ой все Ждем Да Так что ждите И следите за информацией Дерзать Я явиться в декрете Анонсирую Да В своих соцсетях Класс Инна Ой я пока ничего не планирую У меня как-то вообще В этом году Все Снег на голову случается Ну можете найти меня В соцсетях Посмотрите Что там выкладываю Нет Ну что-то Как даже что-то случается Я выкладываю У меня таких расписаний Там гастроли И так далее у меня нет Спасибо вам За эту интересную беседу И тебе спасибо Оксаночка Рада тебя видеть Всегда в Ростове Будешь в наших краях Милости просим Инна Рада знакомству Уверена Взаимно Что еще не раз Мы встретимся В этой студии А новые песни присылайте Вдохновение конечно Пишите Творите Обязательно еще здесь Увидимся Друзья Ну а если вы пишете песни И вот чего-то вы ждали Какого-то знака Знаете что это знак Прямо сейчас Заходите в группу Наши в эфире Вконтакте Там есть раздел Хочу в эфир Отправляйте свои песни Обязательно услышите Звонок Алло здравствуйте Это Марина Орлова Проект нашего эфиря Радиостанция ФМ на Дону Да будет так Инна Ковальская Оксана Симон Оксана Симон И Иван Сягин Наш звукорежиссер Ну и конечно я Марина Орлова Сегодня были в течение Часа с вами Желаем вам хорошего настроения И до встречи Обязательно Увидимся И услышимся Пока Пока Пока